Всем привет! Меня зовут Евгения. Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем мастер-классе я предлагаю вам связать вот такой следочек, украшенный красными маками. Будем вязать моего для ножки, размер 37-38. Один я связала сама, второй свяжу вместе. Для вязания следочка нам потребуется пряжа основная черного цвета, я взяла семеновская Наташа, метраж 250 метров 100 граммах, полушерсть полуакрил по 50%. Производитель пряжи рекомендует крючок 3,5. Я взяла крючок номер 2, чтобы следочки были поплотнее. Вы можете взять 3,5, кому как удобнее. Для вязания мака я взяла красный акрил 100%, метраж идет 438 метров 100 граммах, поэтому я вязала нитью в 2 сложения. И взяла 100% акрил, чтобы мак был очень яркий, потому что именно у акрилов такие более яркие, насыщенные цвета по сравнению с полушерстью. Еще нам потребуется немного зеленой пряжи, совсем немножко. Зеленую можете взять любую, у меня была темно-зеленая. Если у вас будет светло-зеленая, будет даже лучше. Любой толщины там, ну примерно, примерно такой. Я взяла Семеновскую Светлану 250 метров 100 граммах, полушерсть полуакрил, роли не имеет, акрил не акрил. Вот еще хотела показать вам, чтобы не терялись вот эти этикетки, прятать их внутрь моточка. Из инструментов нам потребуется крючок номер 2, ножницы и большая толстая игла. Приступаем к вязанию. Нить довольно-таки толстая, 250 метров 100 граммах, но я все равно буду вязать в 2 сложения, чтобы следочки получились более плотные, более прочные. Делаем 2 воздушные петли. В дальнюю от крючка делаем столбик без накида и делаем 2 воздушные петель. Этот столбик из воздушных петель считается первым столбиком. Далее мы вяжем столбиками с одним накидом. Второй провязали. Третий. Четвертый столбик с одним накидом. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой столбик. Девятый. Десятый столбик. Одиннадцатый. И двенадцатый столбик с одним накидом. Вот и получился наш первый ряд. Делаем соединительную петлю. И три воздушные. Это наш первый столбик. Здесь мы с этого ряда начинаем делать прибавки. Во вторую петлю мы провязываем два столбика с одним накидом. Второй. Третий подряд, если считать. Дальше четвертый один. В следующую петлю делаем снова прибавку. Пятый. И шестой. Седьмой столбик с одним накидом провязываем. В следующую петлю прибавка. Восьмой. И сюда же девятый столбик. Десятый столбик один провязываем. Следующую одиннадцатый и двенадцатый. Тринадцатый столбик один провязываем. Четырнадцатый. Пятнадцатый вместе. Снова шестнадцатый один провязали. Семнадцатый и восемнадцатый провязываем в одну петлю. Второй ряд закончен. Должно получиться восемнадцать столбиков. Можете проверить. Далее делаем соединительную петлю. И три воздушных петли подъема. Первый столбик готов. Провязываем второй столбик с одним накидом. Теперь делаем прибавку. Третий столбик провязываем. И четвертый сюда же. Пятый один у нас в петле. Далее делаем шестой один. Седьмой и восьмой снова в одну петлю провязываем. Делаем прибавку. Девятый столбик один. Десятый один. Одиннадцатый и двенадцатый провязываем в одну петлю. Тринадцатый столбик один провязываем. Четырнадцатый один в петлю. Пятнадцатый и шестнадцатый провязываем в одну петлю. Девятнадцатый и двадцатый также провязываем в одну петельку. Двадцать первый один. Девятнадцатый второй один. Двадцать третий и двадцать четвертый провязываем в одну петлю. Конец ряда. Снова делаем соединительную петлю. Делаем три воздушные петли. Это наш первый столбик. Теперь второй столбик провязываем. Третий. А в следующую петлю мы провязываем два столбика. Четвертый и пятый. И так до конца ряда мы будем делать прибавки в каждую четвертую петлю. Шестой провязали. Седьмой. Восьмой столбик. Девятый и десятый мы снова провязываем в одну петлю. Одиннадцатый столбик провязываем. Двенадцатый. Тринадцатый. Четырнадцатый и пятнадцатый снова провязываем в одну петлю. Шестнадцатый столбик один. Семнадцатый провязываем один. И восемнадцатый один в одну петлю. в следующую петлю делаем прибавку 19 и 20 в одну петлю провязываем 21 столбик 1 22 1 и 23 24 и 25 столбик провязываем в одну петлю 26 столбик провязываем 1 27 1 и 28 последняя прибавка в этом ряду 29 и 30 столбик провязываем в одну петлю делаем соединительный столбик и 3 петли подъема это наш первый столбик дальше провязываем второй столбик с одним накидом 3 4 столбик провязываем 5 и 6 вывязываем из одной петли 7 столбик провязываем 8 9 столбик провязываем 10 а здесь вывязываем два столбика 11 и 12 далее снова делаем без прибавок 13 столбик 14 15 16 столбик провязываем 17 и 18 провязываем в одну петлю провязываем 19 столбик 20 20 21 22 23 и 24 сюда же в одну петлю 25 26 27 столбик провязываем 28 28 29 29 и 30 в одну петлю 31 32 32 столбик провязываем 1 33 34 и в последнюю петлю провязываем 35 и 36 последняя прибавка в этом ряду делаем соединительную петлю делаем 3 воздушные петельки как обычно это считается у нас первый столбик и далее вяжем столбиками с одним накидом провязываем 8 рядов без прибавок по 36 столбиков в каждом ряду провязывайте сами дальше вместе провязав 8 рядов без прибавок мы переходим к вязанию пяточки сделали 3 воздушные петли подъема но сначала нужно решить вот у нас идет такой столбик из воздушных петель целый рядок и будем ли мы его прятать на ступню или оставим так если будем прятать нить нужно будет обрезать и прикрепить вот здесь и вязать рядами туда-обратно тогда бы у нас этот рядок остался на ступне сейчас я решила этого не делать не так он и заметил мне показалось тем более на одном следке там у нас будут маки начинаем вязать пяточку как мы ее рассчитаем на пятку мы возьмем 3 четверти вот у меня 36 столбиков делим на 4 получается 9 и умножаем на 3 27 но нечетное количество нам не очень подходит нам лучше четное поэтому мы берем 26 столбиков и будем вязать рядами туда-обратно девочки пока мы с вами вяжем этот рядок хочу сказать что по этому описанию смело можно вязать носки крючком единственное что для следочков мы будем вязать только 3 ряда резинкой для носочка вяжем побольше там столько сколько нужно по высоте и так мы довязываем этот ряд у нас получается 26 столбиков и так мы довязываем этот ряд у нас получается 26 столбиков считая с первым из воздушных петель в общем мы его довязываем делаем 3 воздушные петли подъема и будем вязать рядами в обратную сторону вот сюда в самую первую петельку мы столбик не провязываем провязываем его в следующую для пятки мы провязали один ряд начали сейчас второй ряд и нам нужно кроме этих двух рядов провязать еще 6 то есть для пятки провязываем всего 8 рядков вот что у нас получилось мы провязали 8 рядов теперь мы будем пяточку соединять делаем одну воздушную петлю пятку выворачиваем и соединяем столбиками без накида и провязываем столбиками без накида первый столбик второй третий столбик четвертый пятый пятый шестой седьмой восьмой девятый десятый одиннадцатый двенадцатый в конце делаем соединительный столбик нить обрезаем закрепляем закрепляем можно подшить хвостики эти а можно в этот же шов спрятать я не очень люблю подшивать и там где есть возможность спрятать крючком хвостики то прячу с помощью крючка эта пяточка вяжется очень легко в следующем мастер классе следочков приготовлю вам другую пяточку будем вязать более сложную пяточку вместе мы спрятали наши хвостики и вот что у нас получилось следочек выворачиваем вот такая заготовочка переходим к вязанию резинки продолжаем вязать нить прикрепляем над пяточкой посередине там где у нас соединительный шов вязать будем по кругу столбиками с одним накидом сначала делаем 3 воздушные петельки привязывать мы будем наши столбики к ряду по два столбика по два столбика в каждую такую ячейку между рядами мы не будем провязывать иначе у нас очень много получится столбиков если вы провяжете по два столбика с одним накидом в такую ячейку то в конце ряда у вас получится 44 столбика вот я вам еще раз показываю вот эти именно ячейки провязываем по два столбика с одним накидом ниточки прячем между столбиками чтобы не подшивать отдельно вот эти хвостики прячем их в ряд между столбиками так вяжем до конца ряда в конце ряда еще раз скажу должно получиться 44 столбика даже если количество петель будет немножко отличаться ничего страшного мы будем продолжать вязать с вами резинкой один на один то есть одна петля лицевая одна изнаночная по бокам ячейки мы провязываем по два столбика с одним накидом а здесь вот где у нас вверх идет следочком там по одному хочу еще сказать если возникают какие то вопросы пишите в комментариях создание таких мастер-классов для меня дело новое учусь всему вместе с вами когда оставляете комментарии очень приятно за все ваши спасибо это очень приятно и если есть вопросы пишите я тоже сразу же постараюсь на них ответить не стесняйтесь пишите может быть кто-то хочет какую-то именно игрушку связать или что-то из одежды будем придумывать вместе здесь сбоку снова провязываем по два столбика с одним накидом в эти вот ячейки и 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 вяжем ряд делаем соединительный столбик 3 воздушные петли подъема теперь мы будем вязать резинкой резинка мы вяжем также столбиками с одним накидом только они у нас будут выпуклые лицевые считаться и изнаночный вогнутый сейчас мы провязали лицевой и теперь изнаночный теперь снова вяжем лицевой лицевой это значит крючок мы вводим с лицевой стороны выводить изнаночную вводим крючок с с изнаночной стороны туда же выводим и только после этого провязываем столбик с одним накидом как мы продолжаем вязать до конца ряда следующий ряд мы будем вязать также столбиками вогнутыми и выпуклыми только у нас рисунок должен повторяться если у нас в предыдущем ряду вогнутый столбик то и в этом ряду у нас должен быть если выпуклый то также выпуклый у нас получится такая резиночка один на один я провязала три ряда резинкой а вы можете провязать больше тогда у вас получится не следочки а носочки вместо трех рядов можно 6-7 будет достаточно ну в общем примеряйте в ходе вязания смотрите девочки здесь я думаю наверно уже все сами могут довязать этот рядок и связать еще два ряда резинкой вот мы довязали третий ряд резиночки делаем соединительную петлю нить обрезаем закрепляем ну и как обычно можно подшить а можно ее просто спрятать второй вариант я чаще всего использую и в этот раз тоже предпочту его ниточку мы спрятали слюдочек получился тёмно и тёплый такой плотный хочу еще сказать что ушло полтора мотка вот этот шовчик я вам показываю который ну не шовчик а ряд из воздушных петель подъемных у нас можно его прятать на ступне он в принципе он мне здесь не помешал я на втором следочке у нас прям там будет пришить бутон а у этого останется заметен ну если кому то помните мне вот например он не мешает а в общем мастер класс подошел к концу в следующей части мы свяжем мак и бутоны если мое видео вам понравилось не забудьте оценить и подписаться на канал всем большое спасибо за внимание пока пока